Внешний лагерь как лагерь. Аккуратные корпуса, детский смех, довольные лица. Но это только на первый взгляд. Жемчужина Кавказа, что находится в Тиберде, приняла необычную смену. Мальчиковый девочек из Луганской Народной Республики. Это 120 школьников. Им от 14 до 16 лет. В Тиберде они проведут 14 дней. Бесплатные путевки в летние лагеря Карачево-Черкиси получили те, кто особенно нуждается в заботе и внимании. Дети-сироты, дети военнослужащих из многодетных семей. А еще среди них отличники, активисты и победители Олимпиад. Общее у этих детей одно. Некоторые из них с рождения не видели мирного неба и впервые в жизни отправились в путешествие. От увиденного просто в восторге. Я приехал сюда первый раз за все время. Здесь очень красиво. Здесь есть очень красивые горы, живописные пейзажи. Мы уже ходили на Лермонтовский камень. Там было прикольно. Пофотографировались с камнем. В лагере все прекрасно. Я не первый раз в лагерях езжу. Но вот этот я вот запомнил. У нас был очень интересный поход в Тибердинский заповедник. Мы также заходили в музей. Вот я уже третий раз там, но вот животных всегда приятно видеть. Причем они даже пополняются. Вот раньше не смог встретить Яков, а вот сейчас они там были. Кстати о суснах, которыми славится Тибердинское ущелье. На Донбассе их практически нет. А потому наши леса, столь привычные жителям Карачао-Черкесии, на донбасских ребят произвели сильное впечатление. Мы живем с луновсказочной реальности, говорят школьники. Здесь очень красиво. Тут огромные горы. У нас таких в Старобельске нет. Тут леса, тут чистая природа, чистый воздух и вода. Это вообще очень хорошо. Ну и как это, историческое место тоже. Много нам рассказывали здесь о том, что Лермонтов здесь был, и много писателей было. Мне нравится лагерь тем, что здесь очень дружные ребята. За это все время мы подружились почти со всеми. У нас проходят дискотеки, мы все дружно танцуем, у нас конкурсы, соревнования. Мы поддерживаем друг друга. Вообще все тут ребята очень дружные. Все очень классно. Тут хорошие воспитатели, вожатые. Нам все очень нравится. Начальник лагеря Анцарчимаев подчеркивает, в жемчужине Кавказа сделают все, чтобы дети как следует отдохнули и провели каникулы с пользой. Мы уже второй год принимаем детей из Луганского народной республики. Стараемся им делать детский праздник в этом лагере. Наша задача сделать так, чтобы им было интересно, чтобы они в свободное время занимались тем, что им нравится. Для этого в лагере жемчужина Кавказа есть все необходимое. Свежий воздух, красивая природа и, конечно, масса развлечений на любой вкус. Например, возле столика с разноцветной куашью не протолкнуться. Здесь проходит мастер-класс по росписи камней. Девчонки и мальчишки собственными руками изготавливают подарки для самых близких. Мне очень нравится. В принципе, люблю такие творческие необычные задания. Очень интересно. А для кого рисуешь? Для мамы. Я очень люблю рисовать. Я собираюсь стать дизайнером одежды. И эти горы я нарисовала для своей любимой мамы. Для детей Луганской области разработана специальная программа, чтобы они от нас уехали, чтобы в то время, когда они находились на нашей территории, чтобы они были просто детьми, чтобы они забыли про то, что происходит на их территории, чтобы они тут радовали, чтобы они умели, танцевали и пели. Уж то-что, а танцевать дети из Старобельского района Луганской Народной Республики и умеют, и любят. С собой не привезли танец-визитку. Здорово получается. Продолжение следует... Продолжение следует... А еще к ребятам приезжают различные специалисты. Сегодня, например, в гостях у школьников сотрудники главного управления МЧС Покорачаева-Черкесии. Тема занятий – правила эвакуации в чрезвычайных ситуациях. Это традиционные наши мероприятия, профилактические. Сегодня отрабатывается план эвакуации наших детей в загородном лагере «Жемчужина Кавказа». Безопасность детей на территории наших лагерей прежде всего. Мероприятий и развлечений в «Жемчужине Кавказа», конечно, хватает. Но при этом здесь уважают личное пространство каждого подростка. Если он, допустим, не хочет танцевать, а хочет почитать книгу или поиграть в шахматы, никто его отговаривать не будет. К примеру, капитан команды 4-го отряда Никита Шипитько наряду со спортом любит и другой вид отдыха. Он не упускает возможности сыграть в партию в шахматы. И, надо сказать, почти всегда выигрывает. Я, хоть и люблю танцевать, но временами все-таки хочется и поиграть что-нибудь более спокойное, например, шахматы или шашки. Это интересно, успокаивающая игра, развивает очень сильно мыслительные процессы. Да и всегда есть на чем посмеяться, если с другом играешь. Обычно ты выигрываешь? 50 на 50. Я играю с равными. И все-таки главная цель любого отдыха – оздоровление. Невдалеке на спортивной площадке среди густых сосен тренируются мальчишки, готовятся к решающему сражению. Занятиям спортом в лагере «Жемчужина Кавказа» уделяется серьезное внимание. Во-первых, зарядка. Дальше проводятся соревнования по волейболу. Вчера были проведены среди мальчиков и девочек, определены победители. Сегодня у нас будет соревнование по футболу среди мальчиков. Если наберется команда, будет среди девочек. Так как дети находятся на Кавказе, в городе Тиберда, в живописном месте, где много туристических мест, которые можно посетить, у нас в лагере проводятся походы на Дальний Нарзан, на озеро Каракёль, были в заповеднике. Также будет поездка на Дамбай и походы на озеро Бадукский. Набегавшись и надышавшись свежим воздухом, проголодавшиеся дети с удовольствием идут в столовую. Здесь их ждет профессиональный повар Фатима Джугаева, которая знает, как вкусно накормить ребят. Ее борщи, котлеты и компоты пользуются неизменным спросом. На тарелках ничего не остается. Мы стараемся готовить сбалансированные питания, чтобы были белки, витамины разные. У нас кухня домашняя. Думаем, что они довольны нашей едой. Еще как довольны. В день нашего приезда в лагерь на обед давали суп лапшу, картофельное пюре с большой говяжьей котлетой, салат из пекинской капусты и компот из свежих фруктов. Ребята уплетали за обе щеки. Ребята, как вам сегодняшний обед? В этом году питание детей в загородных лагерях Карачаева Черкесской Республики реализуется в соответствии меню питания, рекомендованное Министерством образования и науки Карачаева Черкесской Республики. После вкусного обеда свободное время. Для полноценного отдыха в лагере «Жемчужина Кавказа» созданы все условия. Из окон уютных номеров открываются впечатляющие пейзажи на горы Кавказа. Здесь тепло и уютно, говорят школьники из Луганской Народной Республики. Здесь такой чистый воздух. Видите, окна просто прелесть. Мы здесь так крепко спим. Номера очень хорошие, уютные, теплые. Очень мягкие постели, кровати. Все очень чисто, все очень нравится. Спим лучше, чем дома. Все замечательно, все нравится. Приехали, очень рады. Активный образ жизни, сбалансированное питание, свежий воздух. На интернет и безделие здесь просто не остается времени. Взамен дети получают удивительный мир, полные радости, неожиданных открытий и приключений. Здесь очень красиво, очень много различных мероприятий, вкусно кормят. И в целом, я бы каждому посоветовал сюда отправиться и провести здесь свой свободный досуг. Я в лагере «Жемчужина Кавказа» уже второй раз. У меня была возможность поехать в другой лагерь, но я выбрала именно этот лагерь, так как здесь очень хорошие воспитатели, очень вкусно кормят, интересные мероприятия, дружный коллектив, красивые пейзажи, много различных поездок. Вскучать в лагере детям не придется. На протяжении двух недель все вместе они будут встречать рассвет в горах, петь песни у костра, исследовать горные перевалы. В лагере «Жемчужина Кавказа» сбываются все мечты. Мы привозим деток уже второй раз. Очень благодарны Министерству образования и науки Карачаево-Черкесской республики, Гасиприимной Карачаевской республики, которая принимает наших деток в Луганской народной республике Старопельского района. Детям очень нравится. Они нашли новых друзей. Им нравится очень ваша национальная кухня, походы, экскурсии. Это, конечно, укрепляет наши дружеские отношения, сплачивает. Мы прикасаемся к вашей традиции, истории, вашему языку. Детям это очень нравится. Мы приехали, на самом деле мы увидели здесь такое радушие, гостеприимство. Огромное спасибо всем, и народу Карачаево-Черкесии, и главе Карачаево-Черкесской республики, и, конечно, Министерству образования за то, что дали нам такую возможность побывать здесь. И, надеюсь, не один раз. Этим летом детские лагеря Карачаево-Черкесии примут более 700 детей из Донбасса. Часть из них отдохнет в Архизе, другая в Тиберде. Но подарить праздник детства этим детям готовы в любом уголке Карачаево-Черкесии. Как известно, мы своих не бросаем.